Приветствую гостей и подписчиков моего канала. В сегодняшнем видео уроке я покажу вам, как связать такой джемпер крючком из узоров колоски. Я вязала на размер S и всего у меня пошло 8 мотков пряжи. Я буду использовать пряжу LENART джинс. Метраж 50 грамм, 160 метров. Состав 55% хлопок и 45% полиакрил. Вязать мы будем снизу и вместо воздушных петель я набираю наборной ряд. Использую крючок номер 4. Я вяжу свитер на размер S или 42 размер. На мой размер необходимо набрать 110 столбиков. Мне осталось набрать 3 столбика. Я вяжу свитер на размер. И на данный момент у меня 110 столбиков наборным краем. Дальше я буду вязать небольшую резинку. Резинку я вяжу поворотными рядами. Для этого делаю 3 воздушные петли. Поворачиваю вязание. И делаю рельефный изнаночный столбик. Делаю накид. И завожу крючок из ИДИ. Делаю накид. И завожу крючок с изнаночной стороны между первым и вторым столбиком. Обхватываю второй столбик. И вывожу обратно на изнаночную сторону. Вытягиваю нить. И провязываю столбик с накидом. Дальше лицевой столбик. Накид. Увидим следующий столбик. Я завожу крючок с лицевой стороны. И вывожу на лицевую. Захватываю нить. Провязываю столбик с накидом. Дальше снова изнаночный столбик. Следующий лицевой. Изнаночный. И лицевой. Провязываем до конца ряда, чередуя изнаночные и лицевые столбики. Я связала ряд почти до конца. И у меня остались вот эти петли, которые мы делали на подъем. В верхнюю петельку я делаю 1 столбик с накидом. Следующий ряд резинки провязываем точно так же. 3 петли на подъем. Поворачиваем вязание. И мы видим изнаночный столбик. Значит, провязываем тоже изнаночный. Дальше у нас идет лицевой. Снова изнаночный. И лицевой. В конце этого ряда делаем последний столбик с 1 накидом в воздушную петлю. И делаем последний ряд резинки. 3 воздушные петли. Поворачиваем. Вяжем изнаночный столбик. Лицевой столбик. Я довязала этот ряд до конца. И мы остановились на четвертом ряду. 3 ряда резинки и 1 ряд это ряд наборного края. Дальше я меняю крючок номер 4 на крючок номер 3,5. И мы будем вязать узор. Для этого ищем начало. И соединяем с воздушной петлей. И мы будем вязать узор. В конце вязания на этом месте мы будем сшивать. 3 воздушные петли на подъем. И в следующую петельку делаем столбик с накидом. 2 воздушные петли. И еще один столбик с накидом в эту же петельку. Дальше в следующие 2 петельки делаем по одному столбику. 2 петли. Пропускаем 2 петельки в третий столбик без накида. Снова 2 петли. Накид. Пропускаем 2 петли в третий столбик с накидом. Еще один столбик. И третий столбик. 2 воздушные петли. В эту же петельку еще один столбик с накидом. И в следующие 2 петли по одному столбику. 2 воздушные петли. Пропускаем 2 петли в третий столбик без накида. 2 петли. Пропускаем 2 петельки здесь. Третий столбик с накидом. И повторяем рисунок так же, как он повторялся здесь. Таким образом провязываем до конца ряда. В конце ряда мы сделали столбик без накида. Остается 3 петельки. 2 петли. Накид. И столбик с накидом в последнюю петельку. И соединительную петлю. 3 воздушные петли на подъем. И в следующий столбик делаем рельефный лицевой столбик. 2 воздушные петли. Столбик без накида в эту арку. Снова 2 петли. И в эти 3 столбика по одному рельефному лицевому столбику. 2 петли. Дальше в эти 3 столбика по одному рельефному лицевому столбику. 2 петельки. Столбик без накида в маленькую арку. 2 петельки. И в эти 3 столбика по одному лицевому столбику. Затем 2 петли. И в следующие 3 столбика по одному лицевому столбику. В конце ряда сделали 1 столбик с накидом. И соединяем с воздушной петлей. 3 воздушные петли на подъем. И 1 рельефный лицевой столбик. 1 петелька. И в этот столбик без накида делаем 1 шишечку. Делаем накид и 3 недовязанных столбика. 1. 2. 3. Все петли на крючке провязываем 1 накидом. 2 петельки. И еще одну такую же шишечку в эту петельку. 1 петля. 3 лицевых рельефных столбика. Дальше воздушных петель мы не делаем. И вяжем вот эти вот 3 столбика. 1 петелька. Делаем 1 шишечку, 2 петельки и еще 1 шишечку. И далее в эти 3 столбика по 1 лицевому столбику. В конце ряда сделали последние 3 рельефные столбика. Делаем рельефный лицевой столбик. Дальше делаем соединительную петельку. 3 воздушные петли на подъем. Лицевой столбик. И следующие 3 ряда провязываем точно так же, как и вот этот ряд. 3 воздушные петли на подъем. И 1 лицевой столбик. 1 петелька. В эту арку провязываем 1 шишечку, 2 петельки и еще 1 шишечку. 1 петель. 3 лицевых столбика. Дальше снова 3 рельефных лицевых столбика. 1 петельку. И в эту арку провязываем так же само, как и вот здесь. 1 шишечку, 2 петельки и еще 1 шишечку. Довязываем этот ряд до конца. И вяжем еще 2 таких же ряда. Я провязала 4 ряда с шишечками. И теперь я на 9 ряду. Вот мы видим линию переходов. Следующий ряд вяжем точно так же, как и 6. 3 воздушные петли. И 1 лицевой столбик. 2 петельки. Столбик без накида в эту арку. 2 петельки. 3 лицевых столбика. 2 петельки. И следующее 3 лицевых столбика. 2 петли. Столбик без накида в арку. 2 петли. 3 лицевых столбика. 2 петельки. И снова 3 лицевых столбика. Заканчиваем ряд соединительной петелькой. 3 воздушные петли. Рельефный лицевой столбик. 2 петельки. И делаем 3 лицевых столбика. 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. Столбик без накида в арку. Снова 2 петли. 3 лицевых столбика. 2 воздушные петли. И вяжем 3 лицевых столбика. И таким образом у нас наши колоски, вот этот колосок будет закругляться. А вот здесь вот начинается новый колосок. В конце ряда я сделала 2 воздушные петли и столбик, лицевой столбик с одним накидом. Далее делаем соединительную петлю. И наш узор будет повторяться. В следующем ряду будем делать вот эти вот шишечки. Первый ряд. После этого вяжем второй ряд, третий и так далее. Делаем 3 воздушные петли. И 1 лицевой столбик. Еще 3 лицевых столбика в эти столбики. Одна воздушная петелька. В этот столбик провязываем вот такую вот шишечку. 2 петельки. И еще одну шишечку. Одна воздушная петля. И 3 лицевых столбика. И таким образом мы повторяем вот этот ряд. Там, где мы делали первый ряд шишечек. Я провязала часть туловища и у меня получилось 48 рядов вместе с резинкой. Остановилась на вот этом ряду, где мы закончили вязать последний ряд колосков. Вот вы видите, я связала первый рукав. Сначала вязала резинку, затем основной узор. Вначале я набирала основы наборной край, как и на вязании туловища. Здесь на рукаве я вязала 4 рапорта. Увеличивала ширину рукава за счет смены крючков, от меньшего к большим. Начинаем вязать рукав крючком номер 2. И соединяем наш ряд с этой воздушной петелькой. Вяжем резинку. 3 воздушные петли. Изнаночный столбик. Лицевой столбик. Изнаночный. Лицевой. Таким образом чередуем эти столбики до конца ряда. Заканчиваем ряд изнаночным столбиком. И соединяем с воздушной петлей. Следующие 3 ряда вяжем так же, как и этот ряд. Я связала еще 3 ряда. И сейчас я на пятом ряду. Заканчиваем пятый ряд соединительной петлей. Дальше начинаем вязать сам узор. 3 воздушные петли. В следующую петельку столбик с накидом. 2 петли. Вяжем столбик с накидом в эту же петельку. Еще 2 столбика с накидом. 2 петли. В третью петельку столбик без накида. 2 петли. В третью петельку столбик с одним накидом. И еще 2 столбика. В следующие 2 петли. 2 петельки. В эту же петельку делаем 1 столбик с накидом. Наш узор повторяется так же само, как мы вязали на туловище. Провязываем до конца ряда. Соединяем. И делаем переходы там же, где мы и делали. Я провязала 22 ряда вместе с резинкой. Дальше я буду вязать крючком номер 3,5. Я провязала 7 рапорта вверх. Считаю по колоскам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со следующего ряда я начинаю вязать крючком номер 4. Я связала 2 рукава по 55 рядов. Дальше у нас этап соединения двух рукавов к туловищу. На пройму я выделяю по одному рапорту. На рукаве, отсюда и досюда. На втором рукаве точно так же. И на нашем туловище. Так же само по одному рапорту. Я буду продолжать вязать крючком номер 4. Мы должны перейти вот сюда. Вот я нахожусь на серединке арки. Я распределила рапорты на пройму, грудь и спинку. Всего у меня 11 рапортов. По одному рапорту я выделяю на пройму. На спинку у меня остается 1, 2, 3, 4 рапорта. И остальные 5 рапортов у меня идут на грудь. Так же проследите за тем, чтобы линия наших переходов была на спинке. У меня вот она на спинке. Дальше приступаем к соединению рукава и туловища. На рукаве так же выделяем по одному рапорту. На каждом рукаве. Мы находимся на середине вот этой арки. Дальше я беру рукав. Вот там, где я обрезала нить. Здесь рядом тоже арка. И я прикладываю и делаю сначала воздушную петельку в столбик без накида в первую арку, которая на туловище. И столбик без накида в ту же самую арку на узоре, только на рукаве. Дальше продолжаю вязать, как мы и должны вязать этот ряд. 2 воздушные петли и сюда делаем лицевой рельефный столбик. Еще 2 столбика. 2 воздушные петли, 3 лицевых столбика. 2 петельки, столбик без накида. 2 петли, 3 лицевых столбика. 2 петли и еще 3 лицевых столбика. 2 петли и столбик без накида. Дальше смотрим. Так как мы выделяем один раппорт на туловище и на рукаве, то этот раппорт у нас уже есть. И теперь нам нужно соединить снова к туловищу. Для этого мы сделали столбик без накида на рукаве. Отступаем там, где мы отметили один раппорт на туловище. И в эту же арочку делаем столбик без накида. Вот мы присоединили рукав к туловищу. Вот эту вот дырочку мы потом будем сшивать. Дальше этим же узором провязываем вот до следующей скрепочки. Я провязала к следующей скрепке. И на этом месте я снова буду соединять с другим рукавом. Я взяла рукав. Там, где у нас была ниточка, следующая арка. Там, где шишечки, вот она. И так же, как на той стороне, сюда я сделала столбик без накида. И делаю его на этом же месте, только на рукаве. В арку столбик без накида. Две воздушные петли. Три лицевых столбика. И провязываю вот до сюда. Один раппорт на рукаве и один раппорт на туловище. Продолжение следует... Делаем столбик без накида на туловище. Отступили один рапорт, у нас свободный. Дальше 2 воздушные петли и 3 лицевых столбика по нашему узору. И дальше провязываем до начала нашего ряда, то есть до столбика без накида. Я довязала почти до столбика без накида. Далее сделала 3 лицевых столбика, 2 воздушные петли и вот наш столбик без накида. В него делаем соединительную петельку. Дальше делаю одну петельку и мы должны вернуться на эту же линию переходов. Для этого я разворачиваю вязание. И делаю по одной соединительной петельке вот до сюда, где у нас были подъемы по воздушным петлям. Поворачиваю вязание обратно и мы находимся на этой же линии переходов. 3 воздушные петли, 1 лицевой столбик, 2 петли, столбик без накида, 2 петли и 3 лицевых столбика. Здесь мы видим 2 столбика вместо 1, поэтому делаем 1 воздушную петлю накид в первый столбик, который мы вязали на туловище. Делаем 3 недовязанных столбика. Соединяем их накидом, 2 петли и во второй столбик, который мы вязали на рукаве, делаем 3 недовязанных столбика. 1 петелька и 3 лицевых столбика. Я довязала тот ряд до конца и связала еще 4 ряда. Дальше я буду вязать крючком номер 3,5. Я связала 5 рядов крючком номер 3,5 и остановилась вот здесь. Следующий ряд вяжем практически так же само, только вносим небольшие изменения. 3 воздушные петли и вяжем все лицевые столбики. По рисунку мы должны после 2 лицевого столбика сделать 2 воздушные петли. Для того, чтобы у нас кофта заужалась в горлышку, мы их делать не будем. Дальше вяжем по рисунку. 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 петли и 6 лицевых столбиков. Следующий ряд вяжем резинкой. 3 воздушные петли, лицевой столбик, изнаночный столбик. Снова лицевой столбик и изнаночный. Сюда в первую арку столбик без накида, в первую арку столбик без накида, в прошлого ряда столбик с накидом. И в следующую арку столбик без накида, изнаночный столбик. Снова чередуем столбики лицевой и изнаночный. Снова в арку столбик без накида, столбик без накида и последний столбик с накидом в арку. Здесь был лицевой столбик, значит изнаночный, лицевой, изнаночный и этот вяжем лицевой. Вот, вы видите, я довязала резинку на горле. Дальше переходим к сшиванию проймы на подмышке. Я уже сшила одну пройму. Вот как у меня получилось. Дальше будем сшивать вторую пройму. Вот она у нас. Вот здесь мы оставляли ниточку. Ее я продеваю через цыганскую иглу. Вот где моя нить. И я перехожу иголочкой вот сюда. Ввожу иглу в воздушную петельку на другой стороне. И ввожу в петельку на этой стороне. На другой стороне. Делаю стежок. Снова ввожу иголочку на первой стороне. Ввожу иголочку на этой стороне. И на второй стороне. И вот как у меня получилось. Делаю еще несколько стежков, чтобы закрепить ниточку. И обрезаем. Следующий шаг. Это соединяем вот эти вот штучки на рукавах. Я вот одну соединила. Но еще не обрезала ниточки. Вот как у меня получилось. И таким же образом сшиваем нашу резинку на туловище. И в итоге у нас получается вот такой вот свитер с объемным узором. Спасибо, что были со мной. До встречи в новых мастер-классах. Всем пока! До встречи в новых мастер-классах. До встречи в новых мастер-классах! Продолжение следует...